Профессиональный праздник энергетики отмечают в один из самых коротких световых дней в году, 22 декабря. Над тем, чтобы в домах белгородцев было светло и уютно, трудится многотысячный коллектив. Игорь Конев в профессии больше четверти века. За свой многолетний труд он был удостоен благодарности Минэнерго. Говорит, хоть работа электромонтера не из простых, сегодня в помощь инновации. В энергетике постоянно что-то обновляется, что-то приходит новое, оборудование новое, технологии новые. Поэтому с каждым годом становится легче. Но не сказать, что легкая, это не легкая профессия. Это профессия такая, которая требует больших затрат и физических, и моральных. В числе награжденных и ведущий инженер Сергей Гущин. Теперь он еще и лучший специалист МРСК-центра. Пошел по стопам своего отца, у меня отец энергетик. И выбирая профессию, я ориентировался на него. Для меня это показатель, что руководители местного уровня и федерального значения ценят и видят молодежь. И дают ей толчок для развития. Работая со всей отдачей и вкладывая миллиардные инвестиции в модернизацию и развитие электросетевой инфраструктуры, белгородские энергетики вносят свой весомый вклад в реализацию масштабных социально-экономических проектов. Благодаря этому отрасль определяет не только рост экономики, но и благосостояние всего региона. Вопросов к электросетевикам сегодня у правительства Болгородского области нет. Мы будем и составлять с МРСК уже следующую нашу инвестиционную программу с учетом наших желаний развития тех небольших территорий в регионе, в которых сегодня требуется профицит мощности. Новая инвестпрограмма – это переход на инновационные рельсы. Мы планируем построить цифровую подстанцию в короче населенном пункте. Мы планируем провести цифровизацию как минимум двух районов. С задачами мы, я думаю, со всеми справимся. И это вполне реально. Ведь в Белгородэнерго работают амбициозные люди, для которых электроэнергия – не просто слово, а часть их жизни. И многочисленные награды – лучшее тому подтверждение. Наталья Войтенко, Виталий Петренко. Новости мира Белогория. Профессиональный праздник энергетики отмечают в один из самых коротких световых дней в году – 22 декабря. Над тем, чтобы в домах белгородцев было светло и уютно, трудится многотысячный коллектив. Игорь Конев в профессии больше четверти века. За свой многолетний труд он был удостоен благодарности Минэнерго. Говорит, хоть работа электромонтера не из простых, сегодня в помощь – инновации. В энергетике постоянно что-то обновляется, что-то приходит новое, оборудование новое, технологии новые. Поэтому с каждым годом становится легче. Но не сказать, что легкая – это не легкая профессия. Это профессия такая, которая требует больших затрат и физических, и моральных. В числе награжденных и ведущий инженер Сергей Гущин. Теперь он еще и лучший специалист МРСК центра. Я пошел по стопам своего отца, у меня отец-энергетик, и выбирая профессию, я ориентировался на него. Для меня это показатель, что руководители местного уровня и федерального значения ценят и видят молодежь, и дают ей толчок для развития. Работая со всей отдачей и вкладывая миллиардные инвестиции в модернизацию и развитие электросетевой инфраструктуры, белгородские энергетики вносят свой весомый вклад в реализацию масштабных социально-экономических проектов. Благодаря этому отрасль определяет не только рост экономики, но и благосостояние всего региона. Вопросов к электросетевикам сегодня у правительства Болгородского области нет. Мы будем и составлять с МРСК уже следующую нашу инвестиционную программу с учетом наших желаний развития тех небольших территорий в регионе, в которых сегодня требуется профицит мощности. Новая инвестпрограмма – это переход на инновационные рельсы. Мы планируем построить цифровую подстанцию в короче населенном пункте. Мы планируем провести цифровизацию как минимум двух районов. С задачами мы, я думаю, со всеми справимся. И это вполне реально. Ведь в Белгородэнерго работают амбициозные люди, для которых электроэнергия не просто слово, а часть их жизни. И многочисленные награды – лучшее тому подтверждение. Наталья Войтенко, Виталий Петренко. Новости мира Белогорья.